Здравствуйте, уважаемые любители шахмат! Главной темой этого выпуска нашего обозрения окажется очень интересный турнир, который проходит в эти дни в Ташкенте. Однако я поговорю не только об этом. Впрочем, вначале напомню, каков состав ташкентского турнира, имеющего название «Уз Ческап», что означает «Шахматный кубок Узбекистана». В нем принимают участие три представителя хозяев поля, рейтинг фаворит соревнования Ндербеком Саторов, ну а также Джавахир Синдаров и Ндербек Кекубоев, то есть гроссмейстеры, занимающие в стартовом списке последние и предпоследние места. Ну а кроме того, Шахрияр Мамедьяров, Пархам Аксадулу, Санта Шведет, Александр Ильичук, Рихард Рапот, Югьяни и Алексей Сарана, бывший российский шахматист, который уже относительно давно выступает под флагом Сербии, успел стать чемпионом Европы в командном зачете, в составе команды Сербии, а еще до этого личным чемпионом, то есть чемпионом в личном зачете. Однако вначале я хочу поговорить о событии, которые я как-то так упустил, не придал им первоначально должного значения, но событию, которое взволновало, если не весь шахматный мир, то определенную часть шахматного мира, особенно тех, кто регулярно играет в сети. То есть пользуется игровыми площадками, ну целого ряда сайтов, прежде всего сайта Chess.com. Итак, речь пойдет о матче между 14-м чемпионом Владимиром Крамником, легендарным шахматистом, человеком, обладающим глубочайшим, величайшим пониманием шахмат, и Хосе Мартинесом. Кто такой Хосе Мартинес и почему он сыграл матч с Владимиром Крамником, об этом я как раз сейчас и поговорю. Дело в том, что Владимир Крамник в какой-то момент, ну относительно давно, недавно, не знаю, там более года назад, начал обсуждать вопросы, связанные с читерством при игре в сети, в сети интернет. Дело в том, что действительно, уставить какой-либо достоверный контроль при игре в сети, в отличие от обычной очной игры, практически невозможно. Это очень затруднено, а всякие косвенные моменты, связанные с оценкой отдельных ходов, их силы, может ли человек делать такие ходы, добиваться таких-то успехов, они такие, носят весьма субъективный характер. Ну и хорошо известно, что вот, например, ну ряд дисквалификаций, в частности, Юлия Асьмак в свое время, это киевская шахматистка, которая проходила обучение в Соединенных Штатах, в одном из университетов Техаса, но она была дисквалифицирована автоматически, она стала победителем соревнования, финальной части его, ну и не только финальной, была дисквалифицирована, хотя она была одним из фаворитов, просто потому что почему-то вот по формальным причинам каким-то программа, которая пришла к такому выводу, она сочла, что ей помогает компьютер, поскольку живой человек так играть не должен. Ну в дальнейшее разбирательство, тщательнейшее, в общем-то установило, что заключения эти были недостоверны, скажем так, а машинам доверять оценку читер-то или не читер совершенно невозможно, то есть можно тогда оболгать заведомо невиновного. Так вот, что привлекало Владимира Крамника, внимание Владимира Крамника, поскольку действительно при игре в сети, ну пока вы играете в сети просто так, забесплатно, ради интереса, как это было на протяжении многих долгих лет, до того, как разразился ковидный кризис, ну бог с ним, играете и играете, но ковид привел к тому, что очень, ну почти вся шахматная жизнь перекочевала в интернет, поскольку ездить и встречаться и так далее было нельзя, по карантинным соображениям, и кроме того, одновременно выросло, резко выросло число турниров с призами, то есть турниры, в которых шахматисты борются за очень приличные деньги, ну если говорить о ведущих турнирах такого рода, то эти деньги, ну не то чтобы не снились, но они превосходили те деньги, на которые можно было претендовать в турнирах очных. И вдруг выяснилось, что наряду с признанными метрами, ну самый яркий, самый такой знаменитый шахматист сетевой, особенно быстрый и сверхбыстрый шахмат, это безусловно Хикаро Накамура, ну и Магнус Фарсен играет прекрасно в этой игре, целый ряд других шахматистов. Так вот, в мировую элиту, в первую десятку и даже в какой-то момент в первую пятерку вдруг ворвался Хосе Мартинес. Молодой шахматист, сейчас ему 25 лет, когда он туда ворвался, ему было еще 23, то есть когда он заявил о себе громко, ну 23-24 и так далее, который в очных турнирах ничем особым не отличался, в общем он гроссмейстер, он родился в Перу, в Лиме, в столице этого государства, потом переехал в Мексику, сейчас он живет в Мексике. Короче говоря, кто такой Хосе Мартинес? Ну и Владимир Крамник, в качестве иллюстрации того, он не обвинял, вот надо отдать должное Владимиру, он, в общем, не разбрасывается голословными обвинениями или, так сказать, в качестве наиболее, какими-то утверждениями, которые используются в качестве наиболее достоверной гипотезы наблюдаемой, он говорит, ну кто такой вот, ну извините, не так. Ну вот человек, который нигде не играл в очных турнирах, практически никаких успехов не имеет, и вот вошел, ворвался в мировую элиту. То есть ему казалось, я так подозреваю, это мое, опять же, предположение, что наиболее такой яркий, сочный пример, есть и другие шахматисты, которые, однако, не добивались столь контрастных результатов по сравнению со своими обычными выступлениями в очных турнирах, имеется в виду выступления в сети, а тут вот, вот мексиканец перуанского происхождения, Хосе Мартинес. И вот как отреагировал Хосе Мартинес? То есть Владимир не говорил, что он читер или что-то такое, но что-то в этом есть неправильное. Сказал, вот, много, я не знаю, не могу воспроизвести письмо, но смысл такой, что многоуважаемый Владимир, вот вы подвергли сомнению мою силу игры и так далее, может быть, все-таки, вот, может быть, мы сыграем матч, и тогда вы, возможно, убедитесь, что я играю не так уж плохо в шахматы. И, в общем, это вот письмо, опять же, написанное очень вежливо, оно откликнулось. Откликнулось в, во-первых, в недрах сетевой общественности. Действительно сказали, а почему бы им не сыграть матч и все такое. И Владимиру было как-то, имеется в виду Крамник, неудобно отказываться, уклоняться от этого. И вот, более того, в Мадриде нашлись спонсоры, которые выделили призовой фонд 20 тысяч евро, 12 победителю, 8 проигравшему. Матч из 36 партий изначально планировался, в котором половина партии. Это Блиц. Матч Блиц. Почему? Потому что в сетевых сорт-турнирах почти все соревнования проходят быстрые или очень быстрые шахматы. Ну, Блиц такой компромиссный вариант. Чуть медленнее, конечно, можно играть, но там уже действительно разговоры о четверстве какие-то идут. И они неприменительны к данным конкретным персонажам вообще. А Блиц, и тем более Баллет сейчас, пуля, который сейчас проходит турнир так же, я его коснусь через какое-то время. Так вот, Блиц это все-таки соревнования, где вроде бы роль, значение возможных подсказок минимальна. Хотя оно технически, теоретически не исключено. И они договорились, что половина партии играется с помощью компьютеров, то есть не в сети, но и в сети, да, прямая трансляция и так далее, в рамках, опять же, на игровой площадке ЧСКОМ. А половина играется очно, то есть сидят шахматисты друг напротив друга, контроль 3 плюс 2, стандартный Блицовый контроль. При этом, что важно, что люди, шахматисты, соперники приезжают не со своими компьютерами, в которых теоретически может что-то такое спрятано быть, какие-то тонкие нюансовые подсказки, подсказчики и так далее. А это новые компьютеры, которые распечатываются тут же при всех, даже может быть живьевка на то, кто каким компьютером играет. Потом сами шахматисты инсталируют соответствующие программы, которые позволяют подключиться к ЧСКОМ. Там передустановлен соответствующий Windows. Но вот оказалось вдруг, ну и даже не буду об этом говорить, что в зависимости, вот платформа ЧСКОМ с разной степенью надежности и эффективности работает с разными версиями Windows. И вот та версия Windows, которая была предустановлена на эти компьютеры в контексте взаимодействия с подключением ЧСКОМ, начала давать определенные баги. Баги, связанные с информацией участнику о пленометраже. Короче говоря, они приехали в Мадрид и начали играть. Как можно оценить перспективы такого поединка было изначально? То есть сетевые шахматисты и вообще шахматисты, которые имеют определенный опыт общения, такой плотный опыт общения с компьютером. Мы помним, как такая шутка была, видео-шутка, когда Хикаро Накамура играл в нормальные шахматы. Я уж не помню, какой контроль, кажется, это был рапид. То есть не было ручки и бланка для записи. В рапиде это не делается. И вот надумал, какой ход сделать Хикаро Накамура, и его правая рука потянулась к несуществующей мыши, поскольку это была очная игра. Потом он как-то так стряпнулся, улыбнулся и сделал ход уже рукой на доске. Вот даже, скажем, я, шахматист совсем другого поколения, на одно поколение старше, чем Владимир Крамник, тем не менее, начиная где-то с 1991 года, почти всю свою шахматную работу и деятельность осуществляя с помощью компьютеров, компьютерной мыши и так далее. Я не играю. Я практически совсем ни с кем никогда не играл по сети, но тем не менее, работа над шахматами, над обработкой шахматных текстов, шахматной информацией, партий и так далее, осуществляется в сети с помощью мышки и клавиатуры. И для меня мышка более естественный и органичный инструмент, нежели шахматные фигуры. Но так обстоит дело далеко не для всех. То есть те шахматисты, которые начинали играть и много после этого выступали в очных турнирах, они все-таки привыкли к движению шахматных фигур. К чему я это говорю? Что, конечно, понятно было изначально, что при переходе половину партии Хосе Мартинес и Владимиром Крамником играли живьем, с контролем 3 плюс 2 на доске, а половину они играли двигая фигурки. Двигая, извините, фигурки на электронной доске с помощью мыши по экрану компьютера. Понятно, что мышь это тот инструмент, которым Хосе Мартинес, конечно, владеет гораздо лучше. И вообще, на аргумент Владимира о том, почему ты Хосе или вы Хосе не добились никаких результатов, не показали себя, не проявили в очных шахматах, он сказал, что, понимаете, я живу достаточно далеко от центров шахматной цивилизации. Ну и вообще переездки, езда, полеты и так далее, дело довольно такое серьезное. Никто мне оплачивать проезд не будет. Призы не такие большие, чтобы вообще даже компенсировать гарантированно этот самый перелет долгий, транс-атлантический и так далее. А тут я сижу у себя дома, открываю компьютер, вхожу в сеть и начинаю двигать фигурки. То есть для меня это, ну, в финансовом смысле абсолютно не рисковый метод деятельности, форма самовыражения, игра по сети. А если бы я куда-то ездил, то, в общем, поэтому я играю с помощью компьютеров, и я, как вы видите, преуспел. Короче говоря, что ожидала шахматная общественность? В принципе, внимание было большое, интерес большой, но интерес, в общем, не чисто творческий, я бы даже сказал, а интерес, ну, научно-познавательный. То есть, вот что такое искусство игры в шахматы? В свое время, Арон Немцович, книги «Моя система», говоря обо многих аспектах шахмата, позиционной игре, очень хорошо разъяснял, объяснял, иллюстрировал очень многие положения свои. И он задался вопросом, что такое сила игры в шахматах? Шахматы, многие спрашивают. Ну, обобщенно говоря, конечно, не только в этом дело, но самое главное, это составляющая силы игры в шахматы, это сила оценочной способности. Насколько шахматист способен, бросив беглый взгляд на позицию, чуть-чуть так прикинув что-то, не считая варианта, ну, почти не считая варианта, оценить позицию, и в результате он может быстро ориентироваться. То есть, просчет вариантов, вот сюда или сюда пойти, он прикидывает, оценивает те позиции, которые в конце получились, и выбирает тот ход, то направление, которое оптимально для него. Оказалось, однако, что вот стандартная оценочная способность или методология, с помощью которой, ну, которая принято считать фактором шахматной культуры, что человек понимает шахматы, выбирает то или иное направление, она применительна к нам, людям, она существенно отличается от той методологии, которую используют компьютеры, продвинутые современные компьютеры, ну, может быть, компьютеры предыдущего поколения, и она не сводится. Она не сводится к этим стандартным представлениям о слабых полях, о першечных цепях и так далее. Оказывается, что очень много других факторов тоже играют в существенную роль в оценке позиции. И вот люди, которые постоянно играют по интернету, не с машинами, ну, с машинами они тоже тренируются и так далее, а просто между собой, но они уже знают, они привыкли к тому, что, во-первых, все не так просто, все не так традиционно, скажем так, а кроме того, даже если внешняя позиция плохая, трудная и так далее, не надо опускать руки, играют живые люди. При усеченном контроле времени, тем более Блицевым, оказывается, что, в общем, сопротивляться можно, нужно. Если вы загоняете соперника в сейтнот, если он сам попадает туда, времени его мало, он с большой вероятностью будет допускать ошибки и никогда не поздно сдаться или опустить руки, а можно, наоборот, вы получаете неплохой шанс, чисто спортивный, воспользоваться недочетами соперника и так далее. И вот соперники начали играть. Ну, был там, как я уже сказал, этот сбой, связанный с километражом, потом он был исправлен. Причем, надо сказать, что Крамник заявил протест, поскольку в той партии, в которой он имел выигрышную позицию, и, имея согласно показаниям часов на мониторе, имел три секунды, чтобы не просрочить время, а две секунды добавляется после каждого сделанного кода, он решил сделать несколько таких, ну, безразличных ходов, чтобы накопить время, чтобы не просрочить время, а потом подумать. И, в результате, он выпустил это самое решающее преимущество, а поскольку, на самом деле, у него было не три секунды, а тридцать секунд, то, наверное, за тридцать секунд бы он легко разобрался в позиции, сделал бы правильный код, выиграл партию. Короче говоря, две партии были просто аннулированы по ходу этого матча, и Хосе Мартинес не качал права, не говорил, что я здесь ни при чем, если там машина у кого-то ошибается и так далее, это его проблема. То есть, хорошо, отменяем эти партии. То есть, он, как мне кажется, ввел себя подчеркнуто корректно для того, чтобы никто не предъявил ему никаких претензий, связанных с злоупотреблением, компьютерным статусом этой игры. Матч проходил примерно так, как, в общем, я думаю, большинство и ожидало. То есть, Владимиру Крамнику 49 лет, Хосе Мартинесу 25. Понятно, что выносливость, в том числе интеллектуальная, все-таки у шахматистов 25 лет повыше. Набитость руки в блице тоже играет свою роль, особенно при игре с компьютером. Ушла упорнейшая борьба. В какой-то момент Владимир Крамник лидировал с разницей в 2 очка. Это максимум его достижений по ходу матча. 10,5 на 8,5. Но в конце, поскольку до этого из-за этих сбоев соперники играли долгое время в шахматы обычные, очные, то есть на доске, потом, чтобы половина на половину этих партий была сыграна, они перешли к партиям. Концовка матча отличала уже партии с помощью мышки, с помощью компьютеров. Ну, друг друга соперники при этом не видели, сидели друг другу спиной. Но зрители, так сказать, наблюдали все это. Хотя все это происходило в одном помещении. И вот с этого самого счета, то есть концовку матча Владимир Крамник провалил. Хосе Мартинес демонстрировал явное превосходство и более высокую свежесть. Я держал победу со счетом 15,5 на 11,5. Ну, что по этому поводу можно сказать? Во-первых, во-первых, или во-вторых, и в-третьих, всякие разговоры о том, что вот эти самые выскочки, как бы якобы, а если Владимир Крамник достаточно корректно вел эти разговоры, то люди, некоторые люди, скажем так, со стороны, вели в менее, так сказать, парламентских выражениях это все. Но этот матч доказал, что на самом деле люди из народа, которые выскочили и самовыразились успешно в сети, но они, как правило, если они добились больших застижений, это натуральный результат. Этот результат не связан с читерством, а просто вот это другая немножко игра, требующая своих навыков и так далее. Да и шахматы. Это, если рассматривать исключительно как спортивный инструмент, площадку для выяснения вот таких вот отношений, это немножко не то. Это немножко не то, что мы привыкли когда-то считать. Наука, искусство, вот мы очень хорошо разбираемся во всем этом. Когда у нас есть много времени, мы ищем истину, пытаемся дойти до нее, частенько доходим, нередко во всяком случае, это мыслители и так далее. А тут просто вот игра, как говорил в свое время Роберта Джеймса Вич Фишер, шахматы подобны теннису. Я перебиваю мяч на сторону, на половину соперника, он на мою и так далее. И кто первый ошибется, тот и проиграл. Вот. Ну, короче говоря, вот так вот. И вывод какой? Вывод, на самом деле, это определенная защита была. Большинство шахматистов, которые не имеют имен, не добились больших успехов в мощных шахматах, но которые здорово очень играют в сети. И лишний раз это показывает то, что искусство игры в сети с очень быстрым или очень быстрым контролем времени, это искусство, немножечко отличающееся от стандартной игры в шахматы. Ну, собственно, после этой затянувшейся преамбула, рассказу о событии, которое действительно находилось в центре значительной части, во всяком случае сетевой аудитории, это точно, на протяжении нескольких дней, я заканчиваю этот рассказ и перехожу, собственно, к турниру в Ташкенте и касаюсь положения после пятого тура. После пятого тура сенсационно лидировал Надир Ребека Якубоев из Узбекистана. Да. А второе место, в составу по четвертый, Лилина Ребек Абдусаторов, его тезка и главный фаворит турнира Дживахир Синдаров, другой узбекский шахматист, который, кстати, обыграл Абдусаторова, и поэтому Абдусаторов немножко съехал вниз, и Юй Яньи, Китай. И вот в очередном, то есть в шестом туре, два вице-лидера встречались между собой, Юй Яньи играл с Надир Беком Абдусаторовым, и эту партию я предлагаю вашему вниманию. Итак, первый ход Юй Яньи был Е4, Надир Бек ответил Е7 Е5, Конь Ф3, Конь Ц6, Слон Ц4, далее Д3, ну, известные ходы, выводится рана не на Ц5, а на Е7 Надир Беком Абдусаторов, полагая, что не зря он играл именно Конь Ф6 в начале, а не Слон Ц5, допуская выпад Конь Ж5, ну, Надир Беком свои нам соображения, мы, кстати, ну, я не буду повторяться, видели партию его исполнения с ходом Конь Ж5 со стороны белых, в данном случае 0-0, Родья Е1, Д6, А4, ход достаточно популярный, таким образом белые позволяют своему слону в случае Конь А5 отступить назад на А2, Слон Е6, черные готовы разменять этого слона, белые меняются, но ничего лучшего у них нет, и вот такое спокойное развитие событий, Ферзь Д7, Конь Д2, Х7, Х6, Конь Ц4, и Родья Ф7. На самом деле, в ходе этого маневрирования, ну, добились белые чего-то, не добились белые чего-то, это отдельный вопрос, но вот в данном случае, в данный момент, и, кстати, я пользуюсь подсказкой наших электронных друзей, сильнейшим планом, именно планом, а не отдельно взятым ходом за белых, являлась подготовка продвижения Б2-Б4 и Б4-Б5. Больше белым эффективно играть негде на доске. Вот если вздуматься, посмотреть на позицию, то к этому выводу можно прийти, и цель и задачу проведения Б2-Б4 решал ход с рунда Д2 с идеей Б4 теперь уже. Скажем, Родья Ф8, Б4, взятие-взятие, там Конь Ж4 пытается сдать какие-то идеи, комбинации, может быть, удары на Ф3, хотя пока что этим даже не пахнет. Белые могут отвести коня на Е3, понадежнее сыграть. Здесь лучше брать, конечно же, пешкой, а не ладьей, и не слоном, в случае взятия слоном, без защиты осталось бы пешкой Б4. Ну и получается вот такая позиция, которая у белых чуточку лучше, потому что давление по линии в черном ничего особенного не сулит, а идея движения пешек на ферзьевом фланге это все-таки козырь со стороны белых, и там потенциально проходная неприятная по линии А может образоваться. То есть вот так надо, видимо, было трактовать эту позицию, что давало белым легкий плюсик, небольшой плюсик, от черных потребовалась бы аккуратная защита. Но Юьяни, китайский шматист, сыграл ферзь Б3, стандартное поле для ферзя, но он перекрывает дорогу пешки Б4, он атакует пешку Б7, вопрос, можно ли ее взять, если черный оставит без защиты вопрос другой, но черный уводит ее на Б6. Ферзь Б5, вроде бы напряжение какое-то сформировано вокруг поля Ц6, но чего хотят белые? Д4 провести трудно без ущерба для себя, с ходом Д5 считаться, ну не надо, конечно, но а что белые могут сделать? И вот черные играют Ж5, начинают вполне логичный естественный план, то есть ферзевый фланг принадлежит черным, король идет куда-нибудь в сторону, ладьев станет Ж8 и так далее, а в центре и на ферзевом фланге белые ничего эффективного сделать не могут, ну заключением разве что хода Б4. Ну пока что А3, чтобы не было никаких Ж4, ладья Ф8, и теперь вот белые могли сыграть Д4. Все-таки. Видимо этот ход был правильный, идея считается в том, но если конь бьет Е4, если конь бьет Е4, давайте я сделаю ход конь бьет Е4, чтобы не только взять и на Д4 рассмотреть, тогда белые могут взять на Е5, черные должны сыграть Д5, по вполне понятной причине, и белые располагают ходом конь Д4, такой тактической возможностью, связанной с тем, что конь на С6 атакован, а ферзь за ним не защищет. Ну лучший ход за черных слон С5, чтобы к пункту Ф2 как-то прицепиться, и на конь бьет С6, ответ ладья бьет Ф2, ну вот вопрос, корректно ли вся эта затея со стороны черных, это вопрос неоднозначный, и кажется лучший ход за белым слон Д4, после которого белые стоят получше, а не парируют ходом слон Д4 идею ДЦ. Конь теперь не висит, поскольку отыграют белые коня, взяв на Е4, а возможность ухода ладья бьет Е4, даст возможность белым претендовать на большее, чем ничья. Но конь теперь совсем черный делает ничью, потому что в ответ на ладья бьет Е4 следует удар на Ж2, и после этого вечный шах. Ну чтобы убедиться, что это вечный шах, отступим сюда, на Ж2, тогда берем ладью, у белых две лишние фигуры, но там ферзь Е2 есть идея, и шахи ферзем неотвратимы, а если будете играть неосторожно, у ферзь Ф4 другая идея, в общем от шаха в белом никуда не скрыться, ничья. Если здесь сыграть не копьет Е4, а ЕД, тогда белые играют разумеется ЦД, конь Б4 самое естественное, конь на Ф6 защищает ферзя, взятие, 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 ладья Д1, получается вот такая позиция близкой к равенству. Можно, конечно, сыграть конь С2, отобрать солона, наверное, это не самое лучшее, но пока что кот черных, да, конь С2 не стоит играть. Вот. Ну здесь не Д4 сыграл Юя Ни, а по шаброну начал действовать, сыграл ладья АД1, черные провели продвижение Ж4, и уже какие-то возникают идеи взятия на Ф3. То есть черные стоят перспективнее, нельзя сказать, что так уж лучше. Ну Д4, собственно, то, ради чего черные, ради чего белые могли на все это пойти, ради чего они играли ладья Д1, чтобы оказать давление по центру, ферзь Д5 поддавливает на коня и так далее. Но ответ черных ладья Ж7, и оказывается, что если продолжить идею, а именно сыграть Д5, вроде, ради этого белые все это могли делать, ну поскольку взятие на, давайте взятие на Е5, это что такое? Ну угроза ладья Б3, это серьезная угроза. Понятно. Там дальше конь Е3 и так далее. То есть Д5 все-таки это ход, который создает угрозу взятия на С6. Но черный все равно играет, владья бьет Ф3, ферзь бьет С6, чтобы подменять ферзей, но ферзь черных отступает, идет на уступки, но у черных здесь перевес близких решающих. Бить нельзя, это понятно, потому что тогда конь бьет Е3, дальше ферзь Ф8, и ставится мат, ну если взятие на Е3, тогда если конем, то ферзь Ф4, а если пешкой, тогда взятие на Ф3, мат не минуем, потом на ферзь Е8, король Х7, поле Х5, ферзь с Ф3 черным контролируется, и через Х5 вы свою ферзя не подтянете к защите. Ну же Ф плохо, поэтому король Ф1, правильный ход здесь, ладья Ф7, ладья Е2, и вот здесь получается явный перевес черных, они забрали пешку, пешка Е6 защищена ферзьем, а конь Ф3 серьезная угроза, конь Ф3 шах и ладья Ж1 мат. То есть у черных атака при лишней пешке. Д5 не то, но в связи с этим вполне естественно, что ее не играет король Ф1, следует ферзь Е8, взятие на Е5, ферзь Ж6, над белым королем сгущаются тучи, в случае взятия НЦ6, этот ход не был сделан плохой, черные берут не на Е3, вот здесь просто белые выигрывают, конь бьет Е3, пешка защищена, ничего нет, а играют конь бьет Ф2, вот это можно было зевнуть издалека, и это очень эффективно и очень сильно, потому что на Ж2 пешку задержать невозможно, пролом по линии Ф, да и по линии Ж тоже, у черных не хватает фигуры, но белые стоят нехорошо, потому что на взятие на Д6 следует шаг, ферзь бьет Ф3, ну дальше можно не смотреть, кажется сильнейший ход просто сгущая Д6, белые разваливаются при материальном равенстве, они без пешки, да и под решающей атакой. Не то, что совсем плохо, сгущая Д2, королем С1, сопротивляемся, но позиция нехорошая. Вот, по поводу хода ферзь бьет С6, поэтому здесь, в этот момент, Юэни играет король Е2, убегая за годи своим королем, он готов отдать пешку Е4, на коне Е3 готов взять конем, защитить пешку Ж2. Конь, однако, берет на Е5, конь С бьет Е5, уходит из-под удара, и черный подтягивает резерв, оголяя белого короля. Ну, конь Ф бьет Е5, взятие ДЕ. То есть, на доске позиции с материальным равенством, как я понимаю, по 6 пешек у каждой стороны, но над белым королем сгущается туча, взятие на Е3, конь Бьет Е3. Белые вроде всех защитили, пешку Ж2 защитили, все стоит устойчиво, но черный слон выходит на С5. Да, черные пешки сдвоены, но это не слабость, тогда на Ж2 слабость жуткая, на Е3 угроза взятия, потом взятие на Ж2, и на Ф3 будет висеть. В случае, черный ферзь возьмет на Ж2. Лучший ход за белых был ферзь С6. Опять же, я так, расхваливал позицию черных, на самом деле, ход Ферзь С6 обеспечивал или давал белым возможность спастись. Главный вариант какой? Срон Бьет Е3 или Радья ЖФ7? Ну, не знаю. Если Срон Е3, что, давайте прикинем. Срон Е3, Король Е3, Ферзь Бьет Ж2, Ферзь Бьет Е6, отогнали Короля на Ж7, сыграли Ладья Ф1, всех защитили. Ну, Ферзь и Король не такой уж уязвимый, потому что шаги с Ж5 давать, Король пойдет на Д3, С2, готов убежать и так далее. А если взятие на Б2, тогда Ферзь Бьет Е5. Материальная равенство сохранено, пешка С3 защищена. Ферзь Ж2, Ладья Ф2, подтягиваем, перегруппировываем, Ладья и так далее. Позиция, может быть, и черных и получше, но ненамного. Все у белых более-менее в порядке после вот такого хода. А Юйя Ни сделал ход Король Д2. Это серьезнейшая ошибка. Ну, 25-й ход. Я не знаю, что померещилось ему, китайскому грандмейстеру, Ферзь С6. Неочевидный ход, то есть вы не атакуете в явном виде ничего. Держите под контролем пешку Е6 и пешку, стоящую на поле С7. То есть парируете прямые основные угрозы соперника. А после Король Д2, Ферзь Ж5, сильный ход, недооцененный, судя всему, Юйя Ни. Теперь напряжен Конь на Е3. Шахи по линию Д будут смертельны. Потеряется Конь в конце варианта, или там все развалится. Скажем, Ладья Д8, Король С2, Взятие на Д1, Конь Д1, Взятие на Ж2 и так далее. Ну, Ферзь С6 не годится по причине срон Е3. Я просто иллюстрирую то, что я сказал. Ладья Бед Д1, Взятие-Взятие, и Ферзь Д3. В данном случае вот такой выигрыш. Не пешки. Там нет двух пешек, а целой Ладьи. Ну, сыграл Ферзь Е2. Юйя Ни защитил Коня, защитил пешку. Ему казалось, что все более-менее. На самом деле совсем все плохо после этого. Почему? Потому что Ладья Д8, потому что Ладья бьет Д1. Ну, можно было взять Королем, вроде бы, но тогда С1 бьет Е3, Взятие-Взятие, и оказывается, Теншпит совершенно безнадежный для Белых. Ладья Е2 играть нельзя после размена выигранной пешечной черной. А иначе Ладья доминирует по второму ряду, и пешка все равно пойдет вперед. Ну, совсем плохо у белых. Легко оценить позицию у черного. Лишняя пешка и полное счастье. Вот. Ну, было сыграно, не Король бьет Д1, а ведь нельзя брать ни Ладью, ни Ферзем, потеряется Конь, понятно. Не Ферзем, ни Ладью брать нельзя, Конь потеряется. Конь бьет Д1. Черные взяли на Ж2, у них лишняя пешка. Ферзь бьет Ж2, Взятие-Взятие. Эншпиль, но то же самое фактически. Ну, плюс фигуры. То есть, Конь С5 лучше, чем белый Конь, но проходная пешка идет вперед. Черные не торопятся ее двигать, чтобы защитить ее королем с ручей Ладья Аш1. Поэтому Король подтягивается. Король Ж6, Сидея и Аш5. Б4, попытка отвлечь слона. Ну, взяли, хорошо. Отдали материал, пожалуйста. Теперь Ладья Д2 шаха. Дальше Ладья Д4 шах. Слон Д2, Конь атакован. Ладья Ж1 шах. Что такое Конь Ж4? Давайте прикинем, что такое Конь Ж4. Ну, атаковали пешку, конечно, но пешка Аш6 защищена. Белый и черный просто играют, Слон Аш4 защищают слоном обе пешки. А дальше помаленьку, потихоньку отграем Аш5 и выигрываем партию. Поэтому Ладья Ж1. Ну, как поэтому. Хренрид Хинислача. То же самое Слон Аш4, Суренов Мешков в другой редакции. Повторение один раз. Потом посчитал варианты на деревья Хабсаторов и сыграл Аш5. Отдал пешку, но зато черная пешка неотвратимо пошла вперед после предварительной подготовки. Вот Ладья Бетов 3. Отдали хорошо эту пешку, но забрали пешку на Аш4. Вот такой вот ход. Но здесь Слон Бет Е5 нельзя играть. Ловушка. Нельзя играть Слон Бет Е5, тогда, видимо, получается ничья, так как белые дают шаг, а потом играет Конь Д8, избирает пешку Е6 и позиции держатся. Но не надо играть в кооперативное Слон Бет Е5. Последовал король Ж6. Король отступил. Слон Бет Е5. Две нишние пешки у черных. Опять взяли-взяли. То есть упорно сопротивлялся Юя Ни. Надо отдать ему должное. Но это белых не спасает, потому что Слон идет вперед. Перегруппировочка. Король С8. Шаг ведь черно-белому крадет. Король должен отступить. Е5. Теперь, если король Бет С7, то Е4. Шаг. И черная пешка доходит до Е1 форсированным маршем. Конь не в состоянии помочь ладье. Придется на поле Е1 отдать ладью за эту пешку. Поэтому так белые не сыграли. Ладья Х5. Король отступил. Конь Б4. Кладья Б3. Ну, идет такая игра. Хотя понятно, что позиции белых проигрышные. Можно сказать, безнадежные. Слон Д6. Все надежно, чтобы никаких не было неожиданностей. Это я комментирую действия на Дербека. Слон Е5. Конь Е7. Король Е4. Белые сдались. Потому что все. Ну, можно попытаться, конечно, связать с ладья Д6. Но тогда взять ладья Д6 и забрать этого коня. Так что все. Ну, вот такова, так сказать, спортивная жизнь. Перед тем, как перейти к партии седьмого тура, которая сыграна как раз в среду, я вернусь. Вернусь на общий план и покажу, каким стало положение после шестого тура. Дело в том, что партия, о которой я говорил, это партия шахматистов, деливших второе и четвертое места, оказалась единственной результативной в этом самом шестом туре. И в результате Надеребяка Амасаторов догнал своего тезку Надеребяка Якубоева. И они после шестого тура делили первое место на рубеже плюс два по четыре очка. На третьем месте чистом остался Джавахир Синдаров, далее Юени, съехавший в полтинник вместе с Рихардом Рапотом и Алексеем Сарановым делили на рубеже 50% места с четвертого по шестое. Но замыкал турнирную таблицу в этот момент Александр Грещук, который выступал не слишком удачно. Хочу вас познакомить с текущим рейтингом сильнейших в тот момент, когда были сыграны как раз то есть на 11 июня на вчерашний день, ну если для некоторых это уже позавчерашний день, те, кто смотрит наши выпуски. Короче говоря, каким стало положение после того, как были сыграны эти партии, после того, как Андрей Беков Саторов выиграл у Юянии. Почему это существенно? Потому что он, Андрей Беков Саторов, чуть-чуть Яна Непомнящего, от которого он отставал, естественно, до того. То есть на первом месте Карлсон, на втором, на третьем Каруана, на четвертом Эри Гайси, Арджуна Ригайси, это, конечно, сенсация. Далее Андрей Беков Саторов, Яна Непомнящий, Дамараджо Бутиш, ну не буду зачитывать весь список до конца. И вот возвращаюсь на этот план и показываю партию, сыгранную в седьмом туре, то есть в среду. Это партия между Пархамом Максудру, шахматистом, который делил в этот момент предпоследнее место, и Яюнии, который проиграл в предыдущем туре. Почему я показываю эту партию? Ну, главное объяснение состоит в том, что это оказалась единственная результативная партия седьмого тур. Не буду говорить, чем она закончилась, хотя я уже намекнул, что ничьей в этой партии не было. И Максудру сыграл С4, последовал конь Ф6, далее Е5, конь Ф3, конь С6, Ж3, конь Д4. Известный метод. Он какой-то период времени вошел в моду, потом из моды вышел. Ну, Срон Ж2 играет здесь Пархам Максудру. Я когда-то играл Е3, то есть я частенько играл в низкое начало, и вот конь Д4 вошел в моду. Я и сам играл черными несколько раз так, и белыми встречался, натыкался на эту самую идею. Ну, важно, что отметить, что конь Е5, это явно и не то, по той причине, что ферзь Е7, и начинается проблема. Если конь уходит, то конь Ф3 мат, конь Д3, конь Ф3 мат. Надо играть Ф4, тогда Д6, надо куда-то уходить, причем не на Ф3, не на Ж4, а именно на Д3. Черные играют с Рон Ф5, но позиция у черных с плюсом. У них не то, что выиграно, нет, у них не выиграно, белые могут играть Король Ф2 лучший ход, но у черных лучше. То есть сюда белые идти не должны, какой-нибудь опять ход плохой, правильный ход или Е3, или Слон Ж2, взятие, взятие, что получили в результате белые? Ну, какой-то полутемп, а что получили? Черные, гармоничное развитие фигур и отсутствие коня на С6, которое в ряде случаев мешается. То есть он, положение коня на С6 делало относительно слабым поле Д5, а теперь С6, Д5, это один из планов, а в любом случае вторжение на Д5 со стороны белых, черные могут не опасаться. Коня 4, вот так трактует позицию на С6, Слон Д4 это некое ноу-хау. Все-таки традиционно считалось, что вот коня 4 ход за служущее внимание, Слон Е7, белые играют Д4, в ответ на это захватывают центр, черные играют Д6, не опасаясь размена, ну и белые там скоро возвращаются конем на С3, преобладают в центре и имеют легкий плюс. Плюс равно какое-то такое, невыраженное. Вот, Слон Д4 это ход, который нацелен на то, чтобы не допустить ход Д4 со стороны белых. Но белые играют Е3, черный ход слон наступает на Б6, подставляясь под размен, но теперь, что такое Е3? С одной стороны вроде хорошо, белые проводят Д4 при необходимости, а с другой стороны на Д4 следует Е4 и диагональ С1, Ж5 забита и белый слон никуда не выпрыгнет. Вот 0-0, белые не торопятся, хотите играть Е4, играйте. 0-0, и вот этот самый ход Д4, можно сказать, этот ужасный ход, так, я не поменял титр, это, конечно, моя жуткая ошибка, а, так, или нет, все правильно, да, не на Дервякова Саторов, Максудру, а Юя Ньебнам, давайте, вот я исправлю, это, конечно, моя, действительно, смотрю, что-то у меня не то, и даже более того, Максудру Яя Ньебнам, вот как, а то показываю что-то, и совсем не то, что надо, вот так, ну, извиняюсь, немножко к центру, звену Пархама, так, так, Максудру, Юя Ньебнам, продолжаю показ, так вот, здесь вот, Пархам Максудру, мог играть, скажем, с ронжа 2, мог играть, конь бьет Б6, и дальше с ронжа 2, то есть, не торопятся, белые допускают, продвижение как Е4, тогда Д3 поменялись, раскрыли позицию у белых лучше, так и Д5, раскрыли центр, у белых два сорона получше, а сыграл Д4, и позволил сопернику, вот, осуществить вот эту самую процедуру, после которой получше у черных, хотя позиция неоднозначна, но пешка Е5 держится, пешка Е4 легко держится, если Ферзь С2, потом Ф3, взяли на Ф3, пожалуйста, такой размер пешек, вполне благоприятен, для черных, владея Е8, А4, А5, так продолжалась партия, Ферзь Ж6, черные, хотят прыгнуть с роном, скорее всего, на Ж4, а один из планов, более естественных, может быть, по-своему, это сыграть Аш5, ну и Слон готов выйти также на Ф5, чтобы надежно защитить пешку, стоящую на поде Е4, и пресечкой всякие попытки Ф3, хотя на Ж4 выход тоже логичен, итак, Ферзь С2, Слон Ф5 в данном случае, Слон А3, А7, А5, позиции черных чуточку лучше, а может быть и заметно получше, то есть гармония полная, Слон Б6 не может быть атакован, первые упустили возможность, сыграв в начале коня А4, потом вернув коня назад, ударить на Б6, Король Х2, Ферзь Ж5, ну и здесь вот черным, вот что, давайте взглянем на позицию, в чем Ахиллесова пята позиции Берлах, это расположение их короля, но пока что ход Х4 малоэффективен, потому что атаковать этого короля будет нечем, недостаточный потенциал, для того, чтобы этот потенциал оказался более чем достаточным, нужно подключить еще одну фигуру, а именно чернопольного Слана, и именно этой цели, эту цель преследовал ход С6, и отчасти достигал, то есть хотим перегруппироваться, переставить Слана, сыграть Ах4, и разгромить позицию рокировки Берлах, ну скорее всего Берлах взяли бы, взяли бы, сыграли бы Конь Е2 на защиту, Ах4, теперь можно сыграть Ферзь БЦ6, вроде бы все защищено, но надо бить Конем, потому что взятие пешкой, приводит к тому, что можно конечно забрать, я вот не знаю, бить на Е3 или не бить на Е3, есть более тонкая штука, вот такой ход, с угрозой Конь Ж4 взять Ферзя, и при этом защищается Слон на Б6, ходом Ферзь А6 защищается Слон на Б6, бить нельзя Слана, нельзя бить на Е5, из-за Конь Ж4 у черных перевес, поэтому вроде как надо играть вот так вот, мы отводим Слана с темпом, отгоняем Берлого Ферзя, ну и дальше переходим к атаке, неторопливой, без спешки, но атака сильная, и поскольку черные фигуры могут быть перегруппированы Слон Е7, скажем, Слон Д6 это актуально? Нет, Конь Ж4, Ферзь бьет Д6, хотя, правда это или нет? Слон С7, Слон С7, конечно, сильнее, там, почему, что меня смущало в ходе Конь Ж4, то, что на Ф7 висела пешка, а тут Слон С7, атаковый он Ферзь, атаковый он Слон, разменяется на Д6, Конь Ж4 выиграли Ферзя, то есть белые берут на Д6, вот, а Конь Ж3, тогда Ладья Е6 отступили, сыграли Конь Д5, перегруппировали, подтянули Ладью, и оказывается вдруг, что у белых хуже, это не конец географии, там Ладья С1, Ладья Ж6, сразу ничего не происходит, но давление оказывается, белые ничего, прорваться и чего-то достичь на Ферзь Фланге не могут, Ладья Е1, Ферзь Х4, давайте, Ладья Е1 сыграю, Ферзь Х4, и угрозы уже нарастают, уже здесь видно, что угрозы более-менее такие серьезные, но, конечно, можно сыграть Ладья С6, чтобы разменять эту самую Ладью, давайте я повторю этот вариант, а то я как-то его прервал, Ладья С6, Ладья Бьет С6, Ферзь Бьет С6, Слон С7, черные играют без спешки, но белые не могут, разумеется, никого взять, не могли они и раньше взять, вот здесь, например, к чему приводило взятие на Ф5, такой маленький вопрос, оно приводило к ходу Ферзь Бьет Ф2, и белые гибнут, висит мат, надо играть вроде бы вот так вот, Ладья Ж1, и теперь просто Ферзь Бьет Ф5, и при материальном равенстве у черных решающий атака, такие интересные варианты, но они не самые очевидные, понимаете, то есть оценка не самая очевидная всего этого дела, С6 играть страшно, не поступил так Пархам Максузу, не поступил так Юи Ани, не рискнул, сыграл Слон Ж6, последовало КНЕ2, и правильным ходом у страда черных было Аш4, опять же, решающего ничего нет, после КНЕ4 позиция сложная, но у черных точно не хуже, а после хода КНЕ5, может быть, у них и хуже, КНЕ4, то есть белые стали сильнейшей стороной, вернули себе статус сильнейшей стороны, хотя не выраженные, ничего особенного, Аш4, теперь лучший ход был Ферзь Б3, лучший ход был Ферзь Б3, атакующий коня, и защищающий пешку Е3, а было сыграно Ферзь С1, и вот здесь вот, ходом Ф5 черные получали очень хорошую позицию, а при ходе Ферзь Б3, вот обращаю внимание, Ф5 сыграть нельзя, вот, а на ход Ферзь С1 следовало сыграть Ф5, но было сыграно не Ф5, а СНННННО, то есть хотят черные все-таки навалиться на короля белых, Ж4 ход правильный, Слон g6, слон c5 Оказывается, что слоны черных не могут участвовать в атаке Слона b6, белые меняют при желании Этой боевой единице лишается черные Взятие на f4 приводит к коду ef, это совсем не то И черные играют ферзь f6 То есть вот стало казаться в этот момент, что черные уже трубят отбой Что белые стоят получше, это действительно так Ферзь c4, все нормально, ферзь d6, шах, король отступил Король h7, ну позицию черных тоже не пробьешь Потому что ладья е7, пешка будет защищена Ладья на d5 стоит хорошо и так далее Ладья c1 логична, ладья е7 логична Ферзь е2 тоже логична С7, c6, ферзь е1, атакуя пешку стоящую на а5 Ну, нужно ли так играть, вопрос сложный Может быть, лучше было бы с места входа ферзь е1 взять c6 И затем сыграть ферзь а6 И было бы у белых лучше после этого Поскольку атака на белого края уже не идет Ей даже не пахнет А был сыгран ферзь е1 Черный ответили ферзь c7 Защитив пешку стоящую на а5 Ладья c4, у белых все равно получше Правда, bc, bc Ну и теперь правильное решение было Стоять неторопливо, перегруппироваться и так далее Ну, исходило с того Бархам Максудул, что он тогда не сможет прорваться Ведь все у черных крепко К пешке c6 не привяжешься К пешке а5 тем более Черные ее защитят И он решил сыграть f4, вскрывая центр и переходя в атаку Это серьезнейшая ошибка То есть после взятия Белые могли взять на h4 Ладья h5 у черных грубых Может быть это недооценирует в предварительных расчетах Бархам Максудул, вот после ладья h5 Взятие, взятие на g2, взятие, взятие Салон е4, отступление королем И салон d3, черные отыгрывают качество А белый король открыт И белые не преуспели Ну, главный вариант вот такой вот Дальше ладья бьет е3 Белые могут сыграть ферзь f4 Затем разменять ферзей И ладья на h5 ничейный То есть на f6 можно сыграть ладья f5 Атаковать пешку а5 Все меняется Ну, максимум на что можно претендовать Ну, ладья бьет h3, ладья f5 А может быть, можно по-другому сделать ничью Ладья бьет 7 ладья А 7 ладья c7 Просто остается одна пешка лишняя черных А это ничья Короче говоря, было сыграно салон бьет f3 И ферзь е7 Вот после этого хода все По сути дела все Потому что, как ни играй Неожиданный ход, отставляющий ладью под ударом Отдача качества, очень сильно решение ее они И выигрывают Выигрывают практически форсированно В этой позиции черной Если салон бьет d5 Тогда ладья бьет е3 промежуток Пешка h3 висит На d5 висит Ну, как играть? А если отступить? Скажем, куда отступить? Ну, атаковать Вот так Играем просто cd И берем на h3 То есть можно А если ферзь d2 Скажем, вот так вот играем Ферзь d2 Тогда все равно cd И вот на этот ход Можно уже сыграть ферзь e4 шах А затем вторнуться на e2 И берем худа Проигрывает легко Форсированно На ферзь f2 Напомним, cd Вот Ну, e4, если здесь сыграть Как было сыграно То есть не салон бьет d5 Решил сыграть здесь Но это уже жуткая уступка Салон бьет e4 Забрали пешку за просто так Полный развал позиции Никакие удары не проходят Ферзь на e1 висит Ферзь b1 Связывается ладья Но f5 Ладья развязывается Взятие Теперь ладья бьет f5 Такой удар Чтобы потом сыграть ладья e1 С выигрышной позицией В случае хода ладья бьет f5 Ладья c1 Предпочел здесь сыграть Но салон бьет f5 Последовала ферзь e6 Цепляясь к пешке h3 Рентгеном И это губит окончательно белых Ладья f4 Хладнокровный ход Ладья c3 Защищает эту пешку g6 Перекрывая диагональ Ладья g1 Ладья e2 Уже создавая смертельную угрозу Белому королю Король уходит на h6 Ферзь бьет c6 И последний ход черных Элегантный точно Это ладья f2 Белые сдались Из-за неотразимой угрозы Ладья h2 Шахмат и так далее Ферзя можно взять Но ладья h2 Мат старше Ну собственно на этом Чисто шахматная часть Программы подошла к концу Показываю каким стало положение После седьмого тура На турнире в Ташкенте Опять же не супер турнире Но очень сильном соревновании Надербек Якубоев И Надербек Абдусаторов Продолжают делить первое место На рубеже плюс 2 4,5 из 7 Третья и четвертая неделя Джавахир Синдаров И вернувшийся в группу лидеров Юйя Ни Который обыграл Пархам Максудру А Пархам Максудру Съехал на двеж последнего места Вместе с Александром Грещуков Положение остальных участников Видно из этой таблицы Ну что ж На этом наш очередной выпуск Посвященный Разным событиям В первую очередь Конечно турниру в Ташкенте Но я поговорил Рассуждал О нашумевшем таком событии Как матч Хосе Мартынесу С Владимиром Крамником Блиц Так вот Наш выпуск подошел к концу Перед тем Попроситься Я по традиции призываю вас Ставить лайки Подписываться на наш канал Тех кто не сделал этого ранее Ну и разумеется Обыгрывать своих соперников Играя с ними в шахматы Как очно То есть сидя напротив друг друга Так и в сети интернет Сейчас это как видите Актуально И так сказать Находится в центре обсуждений Чем отличается игра Заочная Или онлайновская От игры оффлайновской При которой Гроссмейстеры Или шахматисты Просто любители шахмат Двигают фигуры На доске И переключают часы Сидя напротив друг друга Ну а пока До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok